Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые подписчики! Добрый день, гости нашего канала! Вас приветствует Александр, агентство недвижимости, титул, команда Николая Сомсикова. Сегодня с вами мы находимся в Краснодарском крае, в Белореченском районе, в хуторе Грушово. Друзья, чтобы вы понимали, хутор расположен буквально в 10 километрах от города Белореченска. И дорога будет прямая, асфальтированная, прям 10 минут, так вжух, и вы уже в городе Белореченске. И здесь, в этой геолокации, рядом с домом, находится продуктовый магазин, а школа до асфальтированной дороги будет здесь буквально 100 метров. Ну а так, здесь район, получается, он начинает развиваться, строятся новые дома. Прям дальше можно будет потом проехать, я могу даже вставку поставить, показать, отстраиваться район полностью. Ну а сегодня, друзья, будем изучать с вами дом общей площадью 115 квадратных метров, расположенный на земельном участке в 5 соток. Друзья, дом полностью со всеми коммуникациями, я вот так вот отойду, сейчас покажу. Он действительно достаточно большой, в доме подведено электричество, 3 фазы 15 киловатт, дом газифицирован. Установлен септика, он находится на преддомовой территории, я тоже внимательно все покажу вам, когда будем изучать полностью. Так, дальше, в доме уже чистовая отделка, дом полностью под ключ. Ну, друзья, заезжай и живи. Я хочу показать вам вот этот размах, получается, здесь будет у нас центральный вход в дом. И, друзья, смотрите, я думаю, внимание обратились, здесь полностью все вымощено плиткой. Друзья, ленточный фундамент, 60 сантиметров заглублен вниз, 60 сверху. Далее, плита нулевого цикла, 20 сантиметров, стены, домоблок, утеплитель, облицовочный кирпич цельный, не половинчатый, а вот идет тычковая часть, 120 миллиметров, полностью она выложена стена. Окна в доме металлопластиковые, здесь, в данном случае, в пол ламинированной кровли. Друзья, смотрите, кровля металлочерепица, достаточно хорошая, установлены снегодержатели. И жилоба для стоков воды, я вот вам покажу, смотрите, заходит жилоб вот здесь, с этой стороны получается, с угла, там, и уходит все на преддомовую территорию. Друзья, я вот заговорился, не терпится вам показать данный объект недвижимости. Друзья, начинаем изучать домовладение. Я вам забыл сказать, что у нас в доме три комнаты изолированные, достаточно большие, светлые, внутри поклеены обои, кухня-гостиная. Тоже мы внимательно все изучим по площадям, познакомим, когда будем изучать дом непосредственно внутри. Совмещенный санузел, отдельная котельная, вход у нее будет вот здесь, с торца. И давайте начнем мы с преддомовой территории. Здесь будет у вас калитка, первые навесные откатные ворота, провода к электроприводу подведены полностью, широкие они. И вот так вот, я немного камера медленно проведу, участок угловой, и с угла будет большая преддомовая территория. И там тоже будут откатные ворота. Давайте я дальше пройду. Видите, вот здесь новый дом стоит, там дальше еще один новый дом, третий, четвертый. Ну тут хорошее место такое, обратили внимание, что тихо. И вот здесь, друзья, вот эта преддомовая территория, вот она такая большая. И далее посмотрим, тоже забор у нас на ленточном фундаменте, высокие кирпичные столбы. Далее ворота, вторые навесные, откатные. И вот здесь же находится септик. Септик большой, из бетонных колец. Давайте мы пройдем, застройщик поставит. Здесь получается колпак сверху, и здесь тоже это все засыпят. Ну, друзья, дом, я вот ходил, смотрел, построен прям очень хорошо. И вот еще не сказал, вот здесь ленточный фундамент, получается, идет, где забор, видите, какой широкий. И здесь тоже будет еще металлическое обрамление сверху. Ну, тоже будет красота. Давайте вот так посмотрим. С вами фронтон тоже полностью кирпичный. Камеру развернем, я думаю, будем заходить во двор. Так, здесь дорога грунтовая, да, как я сказал, вон, получается, машина проехала, начинается асфальтированная дорога. И тут тоже по забору, здесь тоже будут, получается, металлические колпаки сверху. Так, далее, давайте пройдем, обойдем полностью по кругу. Ну, с правой стороны, кстати, тоже будет стоять еще один дом, тоже новый. Так, вот, получается, с правой стороны границы участка. Также заезд здесь частично вот вымощен плиткой, чтобы можно было спокойно заехать. И дальше проходим. Я думаю, вы, внимание, уже определили, то, что большая часть двора, она вся идет в плитке. Есть место, получается, для палисадника, для цветов, даже виноград. Ну, друзья, умничать не буду. Садить это уже, что вам нужно будет, это уже будете решать сами. Наш дом красавец. И с правой стороны, то же самое, я внимание обращу, место выделили специально, чтобы можно было также земли подсыпать и посадить там цветы розы. Здесь, смотрите, металлические стоевые. Их специально тут оставили, чтобы, если вы вдруг захотите в будущем себе сделать навес, допустим, вот от дома, то уже не нужно будет ничего долубить. Забор полностью огорожен у нас профнастилом. Центральный вход в дом будет вот тут. Вот именно вот здесь дверь тоже, прям она такая, прям мощная, хорошая дверь. Подсветка везде присутствует. За данной стеной будет кухня-гостиная. Вот эти окна большие, панорамный в пол. За ней будет кухня-гостиная. Ну, по дому прям вообще нареканий никаких. Он прям отлично построен. Все хорошо, вытяжка есть. Так, давайте я хочу еще с угла встать. Вот, смотрите, как раз я поближе уже покажу. Внимательно здесь водосливная система проходит и все уходит уже туда, на преддомовую территорию. От канализации тоже еще пройду, покажу. Здесь ревизия. Ну, вдруг мало ли что почистить, то, пожалуйста, можно. И к углу я подойду, встану. Ну, давайте вот так вот посмотрим еще на дом. Достаточно все хорошо, красиво тут. И здесь тоже давайте посмотрим. Есть. Так, давайте уже по кругу с вами пройдем. Полностью видим вентиляцию. Здесь будет окно матовое. Там будет у нас кухня. Ой, извиняюсь, совмещенный санузел, друзья. Заговорился опять. Ну, а так все достаточно хорошо. Отмостка. Получается бетон. И дальше вымощена плитка. И бетонная отмостка у нас такая получилась. Здесь сторона тоже достаточно большое, хорошее расстояние оставили для полисадника, для будущего. Давайте прямо пройдем. Розетка с правой стороны. Прошли для каких-либо нужд. Ну, и видим, подходит электричество. Три фазы. 15 киловатт. Еще раз повторюсь. Давайте мы с вами еще раз с этой стороны посмотрим. Видим газовый счетчик. Подходят трубы газовые. Ну, все достаточно хорошо. Отлично. Есть. И здесь вот сторона тоже для посадки, друзья. Как распоряжаться ей, это уже решать вам. Так. Счетчик на газ есть. Опломбирован. Все хорошо. Так. Ну, и по окнам, друзья. Ламинированные окна. Достаточно хорошо сделаны. Здесь, внимание, брошу. Еще лента Апсулу идет. А внутри еще будет пароизоляция. Ну, это, по-моему, понятно, там уже откосы стоят. Так. Далее пройдем. Тут тоже хочу внимательно показать. Вот как раз вот фундамент лента. И вот она плита нулевого цикла. Широкая. Так. Далее мы с вами по кругу пройдем. Выход воды на полив предусмотрели. Либо подсоединить мойку высокого давления, либо поливать цветы. Так. Далее. Обходим мы с вами по кругу. Вот так вот я с угла встану сейчас. И посмотрим. Так. Здесь дверь будет вход, получается, в котельную. Но потом для себя, конечно, вы можете сделать ступеньки. Дверь в котельную достаточно хорошая. Отлично. Она широкая. Смотрите, та же и вон какая красивая. Эта дверь именно в котельную. Котельная будет изолированная. Давайте туда сейчас зайдем и посмотрим. Так. Котельная большая. Здесь забита скважина. Достаточно глубокая. Разводка идет на теплые полы батареи. Циркуляционный насос. Фильтр установлен. И сверху, соответственно, двухконторный газовый котел на систему отопления и подачи горячей воды. Окна, получается, здесь металлопластиковые. И здесь идут... А, здесь штукатурка. Именно, да. Открытие есть режим. Раз, открывается. Про ветер мне, точнее, открытие. Все хорошо работает. И закрытие есть. Здесь, получается, в котельной теплые полы. На полах, друзья, плитка. Все хорошо, ровненько. И распределительный короб. Коробка с автоматами. И все подписано. Под плит системы выхода. Под розетки. Кухня, ванная, комнаты. Все здесь подписано. Так, и давайте еще развернем мы с этой стороны камеру. Посмотрим. Вытяжки есть. И потолок тут натяжной. Так, а я тут не включил свет, друзья. Есть. Смотрите, потолок натяжной. Матовый. Все работает. Горит. Так. Далее мы выходим с котельной. Опять во двор. Раз. И пойдем сейчас в дом. Тоже по кругу обходим. Погода сегодня хорошая. Шикарная. Блестящая. И будем заходить именно по ступеням в дом. И так далее. Друзья, поднимаемся с вами. Заходим точнее в дом. Здесь такой достаточно большой навес уже получился. Все он идет под общей кровлей. Подшито все профнастилом. И заходим далее. Дверь в дом металлическая. Друзья, смотрите. Выше есть выход провода для светильника. Открываем дверь. По толщине сейчас посмотрим. Видите, какая она большая. Замок, ручка. Все есть. Здесь где-то именно идет дверь, знаете, не квартирного типа, которая с глазками, а именно идет дверь для дома. Деревянная вставка. Ну и заходим с вами в прихожую. Прихожая большая. Давайте посмотрим. На стенах получается поклеенные обои светлых оттенков. На полах ламинат. Сейчас я присяду, посмотрим. И уже здесь идут системы теплых полов. Плинтуса по периметру есть. Широкие. И тут два больших окна. Давайте пройдем. С левой стороны будет глухое окно. С правой стороны окно на открывание и проветривание. И смотрите, здесь прихожая сделана таким образом. То, что можно, допустим, сделать, допустим, поставить шкаф, купе большую, либо какую-либо гардеробную. Светильники. Тут все есть. И давайте посмотрим с этой стороны. Прямо вот где я сюда вот встал. Сюда прям просится сделать гардеробную. Ну и выход на улицу. Ну так, основная дверь. Мы ее прошли с левой стороны. И тут начинаются уже межкомнатные двери. Все они в доме выполнены в одном стиле. Ручки с магнитными защелками. Друзья, обращу внимание, подрезку. Здесь, видите, все сделано хорошо. Есть открытие. По петлям то же самое. Ну, сразу бросается в глаза. Допустим, нету, что здесь все вот хорошо и четко. Так, далее давайте зайдем в самое большое будет помещение. У нас в доме здесь кухня-гостиная. Просто давайте посмотрим. 43 квадратных метра кухня. Так, то же самое. На полах у нас плитка. И она, получается, идет вся в едином стиле. Здесь без каких-либо переходов. Все достаточно хорошо. И заходим. И, получается, пошли у нас комнаты. Первая комната изолирована. Далее вторая изолированная комната. Третья и совмещенный санузел. Но здесь, получается, в кухне-гостиной, смотрите, уже установлена мебель. Мебель вся полностью, она идет с доводчиками. Здесь она, так она, ну, как есть, так она и остается. Место есть для, получается, на простенке. Вот нам, там, я думаю, видно выход розеток, антенный провод. Тут можно повесить телевизор. В принципе, достаточно неплохо. И окна большие. Тут так, давайте еще посмотрим с этой стороны. И вот, получается, рабочая зона кухонная. Здесь установлена индекционная варочная панель. Далее, мойка. Ну, получается, здесь готовить. Также она может, как и обеденный стол, идти. Ну, а с правой стороны здесь рабочая кухонная зона. Ну, вот, получается, фартук. Он полностью в плитке. И шкафы все с доводчиками. Давайте вот так даже откроем. Раз. Вот. И сработало. Раз. Все. Закрывается. И здесь то же самое. Раз. Закрытие есть. Так, еще хочу обратить внимание. То, что здесь подсветка над кухонной зоной. Она сама потом выключится. Через 5 минут, кстати. Давайте посмотрим еще с этой стороны. Ну, и тут, кстати, вот застройщик поставил мебель. Здесь, получается, место для духового шкафа остается для встроенного. Для встроенной микроволновки все, пожалуйста, здесь можно поставить. Ну, а с этой стороны готовить, кушать. Вытяжка, я думаю, вы догадались, что здесь вытяжка находится. Включение есть. Смотрите. Подсветка. Вытяжка мощная. Все хорошо работает. Так, ну, и тут на столешнице, получается, розетка встроенная. Закрыли. Очень даже и удобно. Хлоп. Она сама открылась. Место здесь, друзья, еще давайте пройдем мы по кухне-гостиной. Поставить можно и, получается, диванчик, допустим. И, не знаю, и стол. Здесь, видите, вот на этой столешнице специально сделали вот такой проем, чтобы можно было поставить стулья. Допустим, барные можно стулья. И спокойно тут уже окушать. Так, далее. Давайте. На стенах поклеены обои светлых оттенков. Потолок натяжной. Вот здесь светильники. Кстати, они идут с регулировкой. Захотели, поправили. Тут захотели. Ну, направили именно, я имею в виду, свет. На рабочую кухонную зону больше направили свет. Либо на обеденную зону. Это уже, друзья, решать вам. И обращу внимание, то, что вот здесь вот специально сделали, видите, вставкой. Это для, чтобы повесить шторы можно было. Так, далее. Давайте мы начнем с первой изолированной комнаты. Комнаты, извиняюсь, двери. Все тоже с замками, с магнитными. Открываем и заходим. Здесь уже мы с вами видим на полах ламинат. Ну, подложка. Дальше ламинат. На стенах поклеены обои. Потолок тоже самое, натяжной, матовый, со светильниками. Смотрите, все. Раз, включается. Розетка на противоположной стороне у батареи отопления находится. С левой стороны розетка. Выход провода для сплит-системы. Ну, а тут для светильника обратно. Допустим, если здесь кровать поставить, то, конечно, он будет светить неплохо. Так, давайте еще раз пройдем. Посмотрим мы с вами с этой стороны. Все неплохо. Здесь 12,5 квадратных метров комната. Ну, я думаю, вы сами видите, то, что площадя здесь такие достаточно хорошие. Также батарея отопления. Клапан регулятор. Эти, точнее, регуляторы, получается. Жарко стало, холодно стало. Закрутили здесь, открутили. Все. И хорошо. Так, дальше давайте. Я чуть-чуть заговорился. Камеру разворачиваю. Это первая комната изолированная. Либо как спальня. И вот здесь тоже, кстати, хочу внимание обратить, то, что получается, смотрите, стык идет, он прям вровень. Что плитка, что ламинат. Здесь все ровно. Давайте я покажу вот так. С этой стороны мы, допустим, не видим плитку. Да, вот только ламинат. Ну, она идет ровно посередине, получается, дверного полотна. А с этой стороны плитка. Все сделано достаточно грамотно. Так, и далее. Давайте пройдем. Вторая изолированная комната. Тоже она по площади будет точно такая же. Открываем дверь. Магнитные замки. Все сделано. Все абсолютно то же самое. И заходим во вторую изолированную комнату. По площади тоже 12,5 квадратных метров. Давайте посмотрим. На полах также ламинат. 10-сантиметровый плинтус. По периметру комнаты есть. И на стенах поклеенный обои потолок. Тоже самое, натяжной. Вот эти светильники, кстати, они тоже меняются. Захотели себе другие. Можно просто их поменять. Вот так. Далее видим, розетка точно так же выполнена для сплит-системы. С левой стороны розетка. И где батарея отопления тоже есть розетка. Так, давайте посмотрим еще. Место тут для двухспальной кровати есть. Для диванчика есть. Тут все как бы хватает. И давайте еще с этой стороны посмотрим, понаблюдаем. Окно будет выходить у вас во двор. Как раз, если вот полисальник у вас будет с розами, вообще будет красота. Милое дело. Открытие. Режим рамы 60-й профиль. Здесь, ну, по окнам расскажу. Стеклопакет однокамерный с энергосбережением. Режим открытия. Режим проветривания есть. Все закрывается. Ну, и с наружной части, я думаю, вы видели ламинация идет антрацит. Пластиковые подоконники установлены. Ну, и батарея отопления. Все выполнено в одном стиле. Так, далее пройдем. Это была вторая изолированная комната. Опять в гостиную мы с вами выходим. И вот так вот дальше пройдем в третью изолированную комнату. Открываем дверь. И вот третья изолированная комната, получается, она идет в такой г-образной форме. Здесь вот я как бы прошел вот в коридорчик такой. Я думаю, с обратной стороны будет понятно. Две точки света, два окна. Ну, а тут, друзья, вот такая вот ниша получилась для двухспальной кровати. Тут места прям очень и очень много. Две розетки по краям. Ну, при кроватной тумбочке, соответственно, зарядку подсоединить. Либо какой-либо другой электроприбор. Ну, и сверху выходы проводов. Это для светильников. Далее на стенах поклеены обои светлых оттенков. Ну, и площадь здесь составляет 18,5 квадратных метров. Это комната. Так, далее. Допустим, у нас вот тут будет спиной, я встал к стене, к диване. Ну, где диван будет. А здесь будет, ну, можно повесить телевизор. Выход антенного провода сверху, розетки и снизу. Ну, тут розеток хватает с запасом. Все есть. И самое главное, тоже есть выход для сплит-системы. Так, далее. Ну, дом построен вообще прям хорошо, отлично. Остается у нас еще совмещенный санузел. Тоже мы сейчас туда пройдем с вами. Так, опять в гостиную выходим. Давайте посмотрим. Я двери, правда, тут все пооткрывал. Уже пока мы с вами гуляем по дому. Изучаем. И остается вот самое с левой стороны. Это будет совмещенный санузел. Открываем. Давайте пройдем. Посмотрим. Он тоже полностью в плитке. На стенах плитка. На полах тоже самая плитка. Система теплых полов. Уже установлена ванна. Пластиковый. Тут экран идет. Унитаз. Умывальник. И вот сверху, допустим, провод для зеркала к подсветке. И также с левой стороны есть розетка. Тут тоже мебель идет с доводчиками. Закрытие снизу, сверху и снизу все закрывается. Так, и давайте еще раз посмотрим мы с этой стороны. Получается, к унитазу я встал. И здесь место, допустим, поставить стиральную машину. Канализационная труба есть. Заглушка, видите, стоит. И выход холодной воды. Ну и сверху розетки для стиральной машины. Также можно поставить, допустим, пенал. Друзья, ну это уже решать вам как бы. А я хочу показать то, что видите, здесь получается полностью идут откосы. Как подоконник полностью в плитке. Заусовка идет здесь под 45 градусов. Я думаю, видно, что шовчик прям тоненький-тоненький, ровный. И стеклопакет здесь установлен кризет. Вас, 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 видно не будет. Давайте камеру разворачиваем и пойдем с вами потихоньку на улицу. Так вот прям пахнет свежим ремонтом, свежей мебелью. Запах хороший. И выходим на улицу. Дорогие друзья, поизучали мы данный объект недвижимости. Дом достаточно интересный, большой. Давайте еще раз пройдемся. В доме три комнаты изолированные. Совмещенный санузел уже со всей сантехникой установлен. Большая кухня, гостиная, где есть варочная панель, вытяжка. Ну, я думаю, вы сами все посмотрели. Прихожая, где можно поставить большой шкаф-купе. И отдельная котельная. Котельную вход в отдельную. В котельную отдельную. Заговорился уже. И в котельную, вы видели, установлен двухконтурный газовый котел на систему отопления и подачу горячей воды. Пульт, кстати, удобно. Находится на стене, прямо в кухне, в кухне гостиной. Жарко стало, либо холодно. Кнопочками нажали, все у вас пошло тепло и все достаточно хорошо. Ну и, друзья, дом блочный, дом большой, утеплен, облицован керамическим кирпичом. Кровля, металлочерепица. Ну, все я вам показал, рассказал. Двор тоже вымощен, плитка. Есть даже стоевые под будущий навес. Но это уже потом при желании, когда захотите, сделайте. Друзья, ниже под видео будет указан наш контактный номер телефона. Вы напрямую сможете на него позвонить, написать, либо оставить голосовое сообщение. Номер телефона будет в WhatsApp. Друзья, переходите на наш телеграм-канал, который посвящен именно новым объектам недвижимости. Большая база домов у нас там. Переходите, подписывайтесь, изучайте. Даже у нас есть объекты недвижимости на начальных этапах строительства. Можете, допустим, купить фундамент и потом через три месяца приехать, а у вас уже готовый построенный дом. И также переходите на наш YouTube-канал. Друзья, так всем пока.